Гостя Олег Лешко, народный депутат Украины, внефракционный. Олег Валерьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня вы были в парламенте, мы все следили за тем, что происходит в парламенте. Расскажите, какая обстановка была изнутри во время принятия вот этих вот важнейших исторических решений для страны? Я думаю, что депутаты усвязывали, что они должны принимать решения. Я два месяца сказал, что парламент должен брать на себя ответственность. Они уникали ответственности. Рибак делал вид, что ничего не происходит. Потому что проблема была в том, что парламент был рукован из администрации президента. Им сказали, что ничего не делали. Парламент, эти решения, которые принял сегодня, он мог бы принять два месяца назад. Не было бы сотен убитых людей, героев. Не было бы тысячи закатыванных, ранених, выкраденных и так далее. Поэтому парламент, на самом деле, несе ответственность за ту трагедию, которая произошла в Украине. И мое тверде переконание, после того, когда будет более-менее стабилизована ситуация, мают быть оголошены выборы не только президентские, как мы это сделали, а и парламентские, достроковые выборы мают быть оголошены. Люди мают дать оценку тем политическим силам, которые были в парламенте и так далее. Потому что когда мы сегодня говорим о победе, давайте не забывайте о загибших людей. Эта победа далась очень большой ценой, и нужно дать оценку и выяснить, чья вина в этих смертях, в этих загибших людях, в этой трагедии. Я уверен, что это вина в первую очередь Януковича-диктатора, но и парламент тоже несе ответственность за трагедии, за жертвы. Мы сейчас видим, как парламент буквально на глазах переформатируется. Да, пристосованцы, подивите, те, кто выходили, когда Юля програла президентские выборы, они все побегли от Бюту до партии регионов. Теперь, когда Янукович закинчився, Янукович капут, теперь все те, кто бегали от Юли, теперь бежать от Януковича. Почему я говорю, что должны быть перевыборы? Пригнать в шею пристосованцев, должна быть иллюстрация влады, нужно заборонить балотоваться до Верховной Ради всем тем, кто был в Верховной Раде и при владе за 23 года. В списке радикальной партии, которую я очолю, до парламента и темы молодь, герои Грушевского, герои Майдана, герои Институтского. Давайте вы не будете пока начинать свою личную избирательную кампанию. Это не кампания, я скажу, что треба иллюстрация влады. Вернемся к теме Юлии Тимошенко, о которой вы сегодня говорили, о которой мы говорили сегодня целый день. Как вы считаете, появление такой фигуры, как Юлия Тимошенко, на активном политическом небосклоне Украины, насколько это спутает карты другим желающим побороться за должность президента, а их у нас немало? Ну, по-перше, я рад, что на реши Юля вышла, да, бо я так само с иншими боролся и робился для того, чтобы она вышла, и я ей витаю. Слава Богу, что она жива, бо была загроза, что эта банда спробует что-то с ней сделать буквально сегодня. Что до того, что сплутает Юля карты, да, конечно, сплутает и всем. Я думаю, что много из тех, кто сегодня в Верховной Раде кричал Юлию волю, на самом деле сегодня питают горилку через то, что она получила эту волю. Потому что политика, в большинстве, это фарисеи и циники, говорят одни, думают, и другие, один Ляшко говорит правду. За что меня и не любят большинство в Верховной Раде. Я наведу вам приклад. ДОПА, ГЕПА, кто из людей не знает, это ДОПКИН КЕРНИС, утекли за кордон. Я враньце криком кричал, давайте приймем решение заборонить им выезд за кордон. Верховная Рада не поддержала, они утекли за кордон. Что касается вашего предложения, вы предложили Верховной Раде запретить выезд за границу. Кому и каким образом? Значит, цей проект постановы зарегистрованный. Я сподіваюсь и вымагатиму, чтобы завтра Верховная Рада ее разглянула. Заборонить выезд за кордон всем державным чиновникам, всем посадовцям, органам центральной и выполненной власти, всем керевникам, органам місцевого соврядования. Бо треба заразу разбираться, кто скільки вкрав, кто скільки нахимичив. То есть вы хотите пол страны сделать невыездными? Почему пол страны? У нас чиновники за подрахунками, то есть эта постанова относится где-то 1020 людей. 20 тысяч людей, которые были невыездными? Да, 20 тысяч людей, которые были невыездными. Абсолютно правильно. В 2004 году после победы революции все втекли. И никто не ответил, бандиты прикантовались, а в 2010 году вернулись к Януковичу. Я не хочу, чтобы сейчас произошло то же самое. Я хочу, чтобы те, кто обкрадал страну, те, кто знущался над людьми, сели на лаву подсудных. Поэтому я предлагаю парламенту негайно принять решение про заборону выездов за кордон государственных чиновников. Кроме того, на жаль, Верховная Рада не поддержала мою пропозицию, но я буду наполягать и дальше. Треба заарештувати, негайно заарештувати за сепаратизм, за раскол Добкіна, Кернеса, Могильова. Они выехали из границы. Как вы прогнозируете, как дальше будет развиваться ситуация с Виктором Януковичем, который находится, ну, по последним данным, в Харькове. За моей информацией, Янукович сейчас в Донецке находится дома. Я закликал новое керевнице Министерства внутренних справ, Службы безопасности, негайно заарештувати Януковича, доставить его в Киев. На каком основании арестовали? На подставе того, что он делал злочины против украинцев, он отдавал команды вбивать людей. Через него мы имеем катастрофу сегодня в Украине. Тому Янукович має бути негайно заарештований. Я готовий выступить державным обвинувачивателем на публичном суде. Я вважаю, что суд публичный над Януковичем має бути проведений на Майдане, на том месте, где вбивали людей. Олег Валерьевич, все, что Вы предлагаете, это, конечно, мало походит на легитимный способ решения. Нет, Вы помиляетесь. Насправді треба зробити прививку на все життя. Для будь-кого, кто прийде до влады, чтобы знал, что захочет стать Януковичем, отримает те же. Историчная миссия Майдана не в том, что мы поменяли Януковича. Янукович – это политический пигмей, боягусь, он от яйца когда-то падал. Теперь, подивите комментарии, даёт такие впечатления, что в памперсах мокрых. Историчная миссия Майдана в том, что он показал, что влада должна раховаться с людьми. И поэтому я наполягаю, вот сейчас тревают консультации и уже делят посады. Минимум половина посад в уряде має бути віддано людям с Майдану. Тих, кто жертвовал своим життям, тих, кто воював, тих, кто три месяца стоял, они мають бути членами уряду, а не одни и те самі, в том числе и депутаты. Ваша позиция понятна? Я Вас попрошу не уходить, мы прервемся на новую важную информацию, потом продолжим с Вами разговор. Сегодня в Ужгороде правый сектор задержал начальника Чопской таможни. Чиновника скотчем привязали к железному столбу на площади перед госадминистрацией. Прикрепили бумагу, на которой написали взяточник. Он сознался, что буквально каждый день передавал вышестоящему руководству по 30 тысяч евро каждый день. Потом начальника заставили подписать заявление об увольнении и отпустили. Вот сейчас Вы видите видеокадры, снятые мобильным телефоном. Можу я ответить с этого привода? Я считаю, что вот такой столб ганьби должен стоять в каждом райцентре, в каждом селе по всей Украине. Пока у нас нет реальной независимости судовой системы, дякуючи Януковичу, которая руководилась только из Банковой, вот такие должны быть суды. Суды громадской. Каждый знает, что земельщик, податковец, судья, прокурор, милиционер – это наибольшие хабарники на месте. Люди ж все один-одно знают. Усих их сволочей привязать до позорного столба на центре площади. И каждый, только не вбивать, ни в каком случае. Життя даёт Господь Бог, и не треба никого вбивать. Но каждый из граждан должен иметь возможность плюнуть ему в морду, дать подсрачника, чтобы другим было неповадно. До речи, что касается... Довольно спорная позиция, Леонидович. Я категорично за те. Послушайте, сегодня мы должны сделать на сотни лет перед работой. Мы должны заставить владу понимать, что она служит народу. Как только они перестают забывать интересы народу, они знатим, чем они закончат. До речи, я считаю, и вчера наша партия с этого привода приняла решение, нужно требовать высшей меры покарания для Януковича повесить его публично на Майдане. Янукович должен быть повесен, как немецко-фашистский окупант. В Украине отменена смертная казнь. Пойдемо. Я буду иніціювати запровадження спеціально для Януковича смертної кари. Какие завтра плани в парламенте? Я вважаю, по-перше, порядок денний зараз проробляється ще з керівниками фракції і з іншими депутатами. Має бути невідкладно розглянути питання про заборону виїзду за кордон. Мають бути невідкладно розглянути питання, зокрема, і по Національному банку. Я, до речі, до вас приїхав з Національного банку, де відбулася наша зустріч із керівництвом Нацбанку. Адже ситуація економічна катастрофічна. І ми маємо вжити заходів до стабілізації гривні, до того, щоб люди не втрачали свої завщадження. Крім того, я наполягатиму, щоб парламент нарешті завтра прийняв мій законопроект про мораторій на закриття лікарень. Бо влада Януковича позбавила можливості людей лікуватися. Нова влада має це зробити. Я вважаю, що ми повинні завтра прийняти рішення про звільнення політичних в'язнів, так званих Васильківських терористів, оборонців Реймарської, інших політв'язнів. Бо в нас не тільки Юля Володимирна політв'язнів, але в нас десятки інших політв'язнів, які ми маємо негайно визволити. І я з цього приводу зареєстрував відповідний законопроект. Дякую вам за вашу позицію. Ми будемо завтра за роботи Верховної Ради і за ваші роботи в тому числі. Крім того, останнє, що я хотів сказати. Герої, які загинули, я вважаю, що вони мають бути поховані на Аскольдовій могилі, як герої крут. Дякую вам за вашу позицію. Це був народний депутат України Олег Лешков, не фрактур.